Илита Артсплюй Продакшн представляет Что для этого нужно? Ну, в принципе, нужны сами яйца Я покажу вариант с двумя яйцами, больше я брать не буду Вот, два яйца, вы видите, без фотошопа два яйца Само собой, нужно их помыть, потому что они грязные, в куче дерьма Яйца нужно мыть хорошо Может быть такое, что скорлупа немножечко упадет в яичницу А потом у вас будут проблемы с животом, если она была плохо помыта Далее, все, я помыл яйца Само собой, нам нужна будет сковорода, как можно готовить яичницу без сковороды Берем какую-нибудь небольшую сковороду, например, вот эта вот сковорода, неплохая будет Я тоже ее ополоснул, если вы тоже будете мыть сковороду, ее нужно хорошо потом отрести Если там будет вода, она будет сильно стрелять на огне Все, пока мы огонь не зажигаем Я попробую сделать на этой комфортке, да, но я уже не помню, как ее включать Какая из них, но не важно, попробуем То есть, чтобы все уместилось в камеру Огонь не включаем Сначала все должны подготовить, все, у нас есть два яйца Ну, два, три, четыре по вашему желанию Я хочу небольшую яичницу сделать А потом у нас должен быть Ну, должна быть приправа типа соль или роллтон по желанию Есть роллтон приправа хорошая Ну и все, в принципе А, ну и само собой подсолнечное масло Подсолнечное масло тоже должно быть Как же без него Теперь, что мы делаем Мы должны зажечь огонек Так это получается третий или четвертый А, все, зажгли огонь Сильный огонь делать не надо И самое главное, смотрите, да Когда мы ставим сковороду Но если у вас хорошая сковорода Сковорода Она будет очень быстро разогреваться Поэтому мы сразу ставим сковороду Кидаем яйца И начинаем вырезать логотип Я одно яйцо заменил Решил сделать одно коричневое Другое белое Так, разнообразие Наливаем масло Ну, желательно его наливать Хотя, в принципе, можно без него Все зависит от вашей сковороды Если сковорода хорошая Например, на этой сковороде я могу вообще без масла жарить Тоже вариант хороший Ну, такая сковорода не у всех Хорошая, высококачественная Поэтому я покажу Именно вместе с маслом Потихонечку она разогревается У меня камера поворачивается Немножко поправлять Ну, все, она, в принципе, нагрелась Вы видите, что масло легко двигается По сковороде Ну, и поехали готовить Разбиваем яйцо Бросаем Так, теперь нам самое главное Нужно сделать логотип Достаю я вилку Обычная вилка Давайте все-таки сломаю немножко Желток Вот так вот Вот так вот Вот идеальный вариант Теперь самое сложное Это логотип сделать Давайте подумаем, как сделать логотип У меня, в принципе, он нарисован То есть, по идее Вот я показываю, вам все видно, да По идее, здесь от малого Ну, можно потом перевернуть будет Мы делаем вот такую вот полоску То есть, мы сделаем часть лого из хлеба Часть из мяса Ну, мужику, само собой, нужно мясо Как же без этого Вот Хорошо, это первая часть Она должна быть вот так вот Вторую часть тоже можно было сделать, кстати, из хлеба Но я сделаю из мяса, ладно А как сильно стреляет-то, а? Так, и вторая часть Вторую часть мы будем делать Здесь будет немножко посложнее Здесь будет посложнее Можно было, я еще раз говорю, все сделать из хлеба Самый легкий вариант, все делать из хлеба Это отличный материал Так, вот это первая часть Получается боковая Как-то кривовато Давайте вот так тогда я сделаю немножко Вот Первая часть и вторая часть Так, смотрим, правильно? Немножко отрезаем То есть, она должна быть вот такая вот Немножко закругленная Вот такая вот шляпа Вот, вылитый логотип Доты Просто идеальный логотип Доты Хорошо Также надо не забыть посолить обязательно Напомню, что можно через роллтон это все сделать Как говорится, много соли не бывает, но лучше не пересаливать И ждем Не забываем, что иногда нужно прокалывать яичницу с помощью нашей вилки Чтобы проходил воздух Ну, чтобы она не надувалась и так далее Видите, она легко двигается, да? Яичница, вот Это говорит о том, что мы потом спокойно можем ее поднять То есть, коварда не будет засрана А то бывает такое, что присыхает и так далее Потом фиг отдерешь У меня камера немного поворачивается Нету крепежа сраного Ну, нормально Все Оставшийся хлеб мы можем использовать само собой Чтобы поесть яичницу Потом будем вытирать тарелку с помощью данного хлеба Ну, и куски мяса тоже можно будет доесть Что у нас? Также можно еще накрывать крышкой, да? Особенно, если вы используете сыр Накидали сыр, то лучше накрывать крышкой А, крышкой И тогда у вас сыр будет хорошо плавиться под крышкой Там будет хороший градус выдерживаться В принципе, уже можно выключать Сейчас тогда я подготовлю тарелку Самое главное, что, видите, она не дергается То есть Ну, не расплывается Поэтому, в принципе, можно уже выключать Доктерская яичница Доктерская Доктер Доктер надежды планеты Хорошо, тогда я выключаю печку Хватит И можно там с помощью лопатки Можно не лопатки Лучше вообще там ничем не корябать сковороду А просто делаем вот так Профит Просто профит Как там выглядит логотип? Вот так выглядит Сейчас, секундочку Вот Да Вот он логотип Доты Продолжение следует...